Доброе утро! У нас расклад 13. 13 перед Хэллоуином, перед Покровом, после солнечного затмения. Как раз и давайте посмотрим, от чего можно избавиться, что можно сбросить, какое прозрение получить. В герметическом Таро как раз будут вопросы к Гермису и Курану. Загадывайте свой вариант, камера не зеркалит, а я открываю карты. Посмотрим Блиц, расклад. У нас первый вариант, семерка кубков, и тут Венера в Скорпионе и шут. И, кстати, у этого шута Плутон и Плутон в воздухе. В общем-то, это наша эпоха в Водолее. Тут описано. Ближайшая к нам, но кто-то может родился при Плутоне в Весах. Кто Плутон в Близнецах, уже вряд ли смотрят, родился. Вас предупреждают, чтобы вы не были легкомысленно и слишком не метались много. Не метались и воспроницательность большая, верьте ей. Диагноз в людях вы ставите точно, но и избыток быть ревностным и подозрительным тоже тут уже не стоит. Это даже перебор. Ревности, перебор подозрительности. И самое главное, вас предупреждать, чтобы вы не метались от одного действия к другому. Жизнь у вас в целом легкая, намного легче, чем у всех других по шуту. То есть шуты перевернутые. Вы не можете совсем уж свободно делать то, что вы хотите. Но это хорошо, когда человек совсем шут прямой, он еще молодой, частый, необразованный. Перевернутый шут – это человек умный, образованный. И именно это его удерживает от очень многих-многих поступков. И правильно делает. Тут 7 раз отмерь, 1 раз отрежем. Мне говорят, и не надо постоянно колебаться, меняйте решение. Приняли какой-то линии, поняли, что она в реальности хорошая, и держитесь ее. Не меняйте, как это на переправе, они не меняют. Только если вы узнаете что-то, вам пошлют предупреждение, что это делать нельзя. Вы всегда получаете предупреждение. Если у вас что-то не идет полностью, значит, вы что-то решили неправильно. Причем решили в своей голове, и вам не дают эту глупость сделать. Семерка жезлов. Работать тяжело вы не будете. Семерка жезлов и королева кубков. Да, тут не будет тяжелой ни судьбы, ни это. Но постоянные колебания, постоянные сомнения, постоянная депрессия. Хотя у многих людей гораздо хуже ситуация, они такого не испытывают. Не будьте слишком умнительны. Если бы шут был прямой, вам сказали, не будьте слишком легкомысленны. А вы слишком переменчивы, вы нелегкомыслины. Вы переменчены, переменчивы. И от подозрительности мечетесь, то от полностью разрушить желание, свою ситуацию, свою судьбу. Сделать что-то этакое, за что придется дорого платить. Вот вам такого надо всячески избегать. Не ломайте дров. Посоветуйтесь, посидите, подумайте, так ли это выгодно. Придерживайтесь стратегии своей. Основной выработайте, что для вас важно в жизни. И идите к своей цели. Вот такой совет. И вам очень четко надо всегда прояснить, что вы хотите. Очень-очень четко. Она сейчас за окном собаки с ума сходит. Громко лает на такой высоте, и то их слышно. Не принимайте. В такой спешке, в гневе, в ярости, как эти собаки. Это тоже подсказка. Решение. Принимайте взвешенно и обдуманно хороший момент. Вот такой первый вариант. Не забудьте их поблагодарить. А мы переходим ко второму. У нас второй вариант. Тут девятка кубков. Пусть и перевернутая, но девятка. И прямой туз жезлов. Они говорят, не отказывайтесь от большой работы, что вам предстоит. Вы ее с честью выполните. И все завершится, как вы планировали. Может, вы рассчитывали на что-то иное. Девятка кубков перевернутая. И придется вложиться и потратиться в ваш проект. Но он будет стоящий. Особенно луна перевернута. Если это связано с переездом за границей. Стройка, ремонт. Ремонт вашего дома. Тут юстиция. Восьмерка мечей. Все произойдет очень-очень быстро. Быстрее, чем вы ожидаете. Или это у вас какие-то судебные дела. Которые мгновенно завершатся в вашу пользу. Еще раз восьмерка. Это или недвижимость, ремонт, стройка, завод, производство чего-либо. Которое вы с честью завершите. У вас пойдет на лад. И очень-очень быстро, быстрее, чем мгновенно все повернется. Не было и будет восьмерка мечей. Еще прямая, что очень-очень редкая. И, кстати, на этой восьмерке мечей Юпитер в Близнецах указан. А сейчас Юпитер в Близнецах стоит. Так что это просто вот сейчас указание. Вот именно в этот год он стоит. Это или у вас производство расширится. Или это еще госработка какая-то. Вы мгновенно получите. Вот тоже может быть. И не отказывайтесь. Идите вперед. Делайте. Все у вас получится. Тут фортуна прямая. Вам просто все пути, все дороги ведут. И карта высших сил прямая. Как раз герметическая. Прямой совет от Гермиса. С текстом, кстати говоря. Это будет еще сопровождаться какими-то оформлением документов, бумагой или договором. Может быть, не совсем каким-то приятным. Или о неприятных обстоятельствах. Например, у вас там руины. Вы восстанавливаете свой дом. Но как-то договор и сделка будут сопровождаться повешенной в какой-то ситуации, которая застряла. Если вы маг-практик, вам реально придется повешенного снимать. Если нет, то это продвинуть мертвое дело, которое давно вообще, ну полностью на нуле стоит, вы продвинете. Вот такой второй вариант. И не забудьте их поблагодарить. У нас третий вариант императрицы, пусть перевернутая. Кстати, тут знак Венеры у нее. И знак весов. Это императрица в весах. Это, знаете, это и брак. И какие-то судебные дела могут быть. Или с государством. И знак луны. Эти луны повернуты настолько, что это еще предвещает жаркую, хорошую погоду. Теплую. Это Венера и луна в весах. И рыцарь кубков. Тут водолей и рыбы. Знак рака и павлина. Вот павлин это существенный. Краб. Ну рак, в общем-то. Краб-рак. То есть рак и весы. Понимаете, это и хорошая любовь, и непонимание. Вам надо прояснить с вашим партнером и наладить отношения. Переговорить и пойти на взаимные ступки. И не важно, это ваши партнеры по бизнесу, это ваши партнеры в вашем браке. Вам нужно предвещать улучшение ваших отношений, но путем каких-то переговоров, договоров, нормализации всего. Это предвещает улучшение. Вот это именно императрица. Это гармония отношений, выяснений. Она может иметь отношение к материальным делам. Она говорит о благополучии и улучшении. Но в первую очередь тут говорит, что надо прояснить отношения с партнерством. Звезда перевернута, это плохо. Что закончилась счастливая в этом полоса, и вы считаете навсегда. Но на самом деле и повешенный, что отношения застыли, нужно прояснить тут очень хорошо отношения. И прийти к какому-то знаменателю. Потому что стремится, тут пара стремится друг к другу. Если вы одиноки, то к вам идет ваш рыцарь кубков или ваша императрица. Но тут есть препятствия. Погасшая звезда и повешенные. То есть это либо пройдет время, либо у вас какие-то магические препоны. И вот это надо снимать. У кого нет пара, это магическое чисто. Туз, Пентакли и Солнце. А с материальной стороны, третьему варианту хорошо. Если у вас есть пара, вам просто надо прояснить отношения, а не упираться по повешенному каждой свое. И еще предупреждает, что у вас есть в окружении человек, который очень выглядит рыцарем кубков. А на самом деле он такой очень злобный. И хочет либо вампирит у вас, либо хочет у вас что-то утащить, украсть. Оговорить вас или положение на работе, или какую-то вещь у вас ценную стащить. Или на вас крадник. При этом Туз, Пентакли и Солнце. Вам обещают благополучную и солнечную полосу. Тоже и хорошую погоду. Опять Солнце, более теплую. Вот вам надо разобраться в отношениях. Тут подсказка. Тут с материальным неплохо. Надо разбираться в отношениях. У вас проблемы только в отношениях. Пока. Третий вариант. Прояснить ситуацию. Кто друг, кто враг. И что враг есть в окружении, это точно. Вот такой третий вариант. Не забудьте сказать спасибо. А с материальной стороны все хорошо. Мы прощаемся. Переходим к четвертому. У нас четвертый вариант. Отшельник и Паш Жезлов перевернутые. Но отшельник тут в прямую. У вас какие-то идут или ограничения. Тут Меркурий в Деве. Прямой отшельник. Это время для того. И, кстати, змея. С одной стороны, говорит, что змеи вокруг. Тут же стихия. Указано. Огня. Почему-то. Хотя отшельник это Марс Козероги. Классический. Но тут совершенно другая трактовка у отшельника. Огонь. На Меркурий в Деве это время для вам размышлений упорядочить все по полочкам. И найти, где у вас змея. И остерегаться болезней. То есть, вычислить, где змею избавиться. И заняться либо лечением своим, восстановлением своего здоровья. У вас это получится. Карта подсказывает. И упорядочить все в своей голове. Кстати, на Пажезлов тоже тигр. Это тоже подсказка. Займитесь своим здоровьем. Берегите его. Тигр и Баран. И будьте осторожны в месяц Овна. И Овны особенно могут быть подвержены болезни. Но в целом это вам время вот для такого ограничения. И не пытайтесь что-то особо изменить. Влево-вправо. Даже не двигайтесь. Пока отшельник не уйдет. Это ограничение не пройдет. Вы должны уложить все в голове. Разобраться и понять. И понять, кто змея в окружении. Или где источник болезни. Потому что змея может символизировать то и другое. И болезнь, и окружение. Но в целом он говорит, что вы выстроите свою жизнь. Меркурий в Деве. Вы найдете работу. Вот с работой тут все хорошо. Меркурий в Деве. И с восстановлением здоровья у вас тоже хорошо. Подсказывает, что все получится. Вот вам надо оставлять болезнь примириться с временными такими как бы или одиночеством, или ограничением. Самоизоляцией может быть. Где-то меньше круг знакомых. Или вы по каким-то причинам частично изолированы от мира. Сохраняйте сдержанность и покой. И это тоже все не вечно. Тут колос у ног отшельника. А колос это всегда благо. Тройка жезлов и солнца в овне. Знаете, тут очень много об овне. Это время ограничения и время работы. Ничего тут нельзя сделать. Сатурн в весах на тройке мечей. Все то же самое. Это такое время судьбы, время суда. Ничего нельзя сделать. Просто пережить. Будьте мудрыми. Тут джурицы и отшельник. Будьте мудрыми. Защищайтесь магией. Прикрывайтесь. Будьте мудрыми и переждите это время. При этом с работой у вас хорошо. Меркурий в Деве. Работу дают. Работу вы себе найдете. Двойка кубков. Придет момент и это все закончится. Вы останетесь вдвоем. По двойке кубков. С любимым человеком. Тут или с победой. Материальное положение. Девятка. Пентакли. Улучшится. И тут тоже, кстати, знак Девы. Только уже с Венеры. То есть работа будет гораздо прибыльней и лучшей. Туз кубков. Ну, вам идет дом. Как бы победа, семья с любимым человеком. Это награда вот за это время. Нужно сказать, что вот вы терпите ограничения, чтобы потом, как пост перед подарками, перед праздником. Вот у вас такая полоса. Тут поменять ничего нельзя. Просто примите. Вот тут советы. Просто примите. Тринадцатое. Это вот такое прозрение. Примите и ждите. Начальник, он ждет, он не решает. Он верит на Бога, что тот все устроит. И в вашем варианте это впрямую. Вот такой у нас четвертый вариант. Не забудьте поблагодарить. Не забудьте поблагодарить. И мы прощаемся.